Деятели культуры Грузии совершили визит в освобожденный город Агдам. Их сопровождает съемочная группа телеканала CBC. На прямую связь со студией выходит наш коллега Шамистан Мамедов. Шамистан, вам слово. Какие у вас новости? Здравствуйте, Хаяла. Да, действительно, делегация из Грузии в составе более 20 человек находится в городе Агдам. Здесь они на месте ознакомливаются с последствиями армянской оккупации. Сейчас мы находимся на территории ханского дворца, дворца Панахалихана. Этот памятник, так же, как и десятки других памятников, был уничтожен, практически уничтожен во время 30-летней оккупации. Здесь гостям рассказали о гробницах ханской династии, то, что останки даже были осквернены, и многие памятники здесь разрушены. Гости отмечают, что совершенно здесь увиденное им здесь это преступление против всего человечества. Они осуждают армянскую оккупацию, армянский вандализм. С нами рядом находится блогер из Грузии, так, от Амуна. Сейчас она параллельно с нами... Да, параллельно с нами выходит прямой эфир, чтобы рассказать своей аудитории о увиденном здесь. Пожалуйста, вы здесь находитесь уже несколько дней. Вы посетили Шушу, Физули, посетили и другие освобожденные территории. Посмотрели, как здесь разминируется территория. Расскажите о своих впечатлениях. Ну, впечатление в Шуша, ну, я уже влюблена и в Шуша, и в Гянджу, и в Физули. Аэропорт уже начал функционировать. Я, когда была тогда, не было, да, открыто. Увидели еще очень приятно это видеть, что делают дороги, железные дороги. Да, я это тоже сняла. Не знаю, Карабах расцветает. Я вас благодарю. Я увидела это своими глазами. Вы также сегодня посетили город Гянджа. Вы посетили территорию, которая была подвергнута ракетному обстрелу. Хотелось бы узнать ваше мнение об этом. Ну, насчет этого, что можно сказать, я еще повторяю то, что сказала в прошлом году, что надо уважать культуру друг друга, кто бы это ни был. И надо уважать вообще-то всех, кто бы это ни был, и не разрушить культуру. Вот это неповторимое здание. Да, это был роскошный дворец на самом деле, и армяне использовали его в качестве хлева. Да, да, ну это... Не надо трогать религию, не надо оскорблять, ну, как это называется? Религиозные памятники. Кстати, речь идет как раз-таки о Джума-мечете, в которой вы были в прошлом году, во время беседы. И когда мы были, год тому назад вообще не было. Да, много восстановили, много уже восстановили из-за этого, и как раз возникает другой вопрос. Агдам очень изменилась. Агдам постепенно перестает быть городом-призраком, и мы это видим. Вот заметили, насколько здесь меньше стало знаков осторожно мины? Да, 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 нету. Так много мины тут нету. Спасибо вам, что поделили свое мнение, удачи вам. Я напомню, что мы находимся в Агдаме, и сегодня делегация из Грузии, в которую входят известные блогеры, исполнители, а также есть среди них и психологи, и тюркологи, в общем, представители различных профессий, различных сфер. Сегодня они посетили Агдам и Янчжу, до этого они были в Шуше, в культурной столице Азербайджана, и им показали, как разминируется территория Азербайджана, как они освобождаются от смертоносного груза, оставленного вооруженными силами Армении. Гости высоко оценили восстановительные работы. Отмечу, что все больше территории разминируется, и восстановительные работы проходят ускоренными темпами. Уже подробнее о визите грузинской делегации на освобожденную территорию возрождающейся Карабах мы расскажем уже в следующем эфире. Спасибо большое, Шамистан. Безопасного вам пути. Ждем вас в Баку. Я напомню, что на прямую связь со студией выходил наш коллега Шамистан Мамедов. Он сопровождает грузинскую делегацию в освобожденный город Агдам. Ранее деятели культуры Грузии почтили память жертв теракта в Ген-Дже. 11 и 17 октября 2020 года армянская армия обстреляла жилые кварталы азербайджанского города, который находился вдали от фронта. Жертвами террористического акта тогда стали десятки человек, сотни пострадали. Представители грузинской делегации выразили надежду, что подобных трагедий больше не повторится. Субтитры создавал DimaTorzok